Самое обсуждаемое видео сейчас, по крайней мере в интернете, НЛО, которое заметили прямо над Кремлем. Роликов таких два, один снят днём, другой ночью. The Kremlin has been circled by UFO. ...странном, необъяснимом явлении. Его многие уже успели объявить подлинной сенсацией. На этой неделе в небе над центром Москвы был замечен тёмный треугольный объект. По словам свидетелей, объект имел пирамидальную форму и был шириной до полутора километров. The Kremlin has been circled by a UFO. Well, that's if you believe a video which has saw to the top of YouTube's Russian website. Некоторые говорят, что это было НЛО, подозрительно напоминающее импирский крейсер из Звёздных войн. Оно висело на высоте полтора километра в небе над российской столицей в течение нескольких часов. На одном ролике объект заснят ночью из окна машины, а на другом, вот вы сейчас видите его, днём. Оба видео о вторжении инопланетян, в кавычках, естественно, были сделаны любительно. Однако тема НЛО, как обычно, стала настоящей сенсацией. И ролики попали в топ русскоязычной версии YouTube. Фигура правильной пирамидальной формы, чуть под наклоном, вращается вокруг своей оси. В интернете уже полно комментариев, в частности на YouTube. Кто-то уверен, что инопланетяне заинтересовались политической жизнью в России. А иностранцы предположили, что это секретное оружие русских, охраняющее сердце столицы. Скептики, как всегда, выражаются более правдоподобно, что это голографический спецэффект такой. Кто, правда, автор неизвестно, да и кому бы позволили прямо над Кремлём что-то подобное устраивать. Специалисты почему-то не комментируют. Как написала по этому поводу британская Дэйли Телеграф, журналисты сообщили об НЛО. Но никаких комментариев из официальных источников сделано не было. А британский военный аналитик Ник Поуп заявил Дэйли Телеграф, что это одна из самых странных съёмок НЛО, которые он когда-либо видел. Последний раз странные фигуры в небе над столицей, только не в районе Кремля, а на окраине, зафиксировали камеры любителей в октябре. Над МКАДом, между Волоколамкой и Новорижским шоссе, висело такое вот кольцо. Слухи об инопланетном вторжении тогда развеял Росгидромет, что это не НЛО никакое, а оптический погодный эффект, красивый и очень необычный. Пирамиды над Кремлём не более чем комбинация оптических эффектов. Над собором Василия Блаженного из-за сочетания погодных условий образовалась дымка. На неё попал отражённый от ледяного карта на красной площади луч прожектора. Световой поток создал небольшой светящийся блин непосредственно над собором. А видеокамера с трёхлепестковой диафрагмой превратила его в пирамиду. А пирамиды над Кремлём — это просто плитами чёрненькие. Потому что называют «тёмные силы» и так далее. Это паразитическая система, которая захватила Землю. Но это маленький масштаб, проделав большой вопрос, но очень маленький масштаб. Так вот, это гаврики, которые в тот момент там было созидание, приёмные группы лиц, приглашали своего босса, чтобы он помогал. Короче, говорят, чёрненькие сейчас паразиты, цены, и их боссы, они приглашали, я думаю, что время критическое на них пришло. И они пригласили своего босса, чтобы босс помог его забраться. Ну, получилось, что босс сам получил по мозгам. Если смотреть дневную съёмку, то сразу бросается в глаза лицо справа на здании. Странная...